Профессионализм важнее удачи. Безупречная репутация имеет значение. Дети – главная ценность общества. С очередной книгой Вашей ознакомился. У меня вопросы прикладного характера. Во-первых, что за ребенок на обложке? Ребенок, слава Богу, родительский, как у нас говорят. Мамочка дал мне его поддержать. Это мы в поликлинике встретились. По-моему, в Белгородской области. А почему, допустим, не собственной внучкой? Это было бы очень пикантно и дрогательно. Это было бы слишком выпячивание своей жизни. Я же пишу о своей жизни только как о том, с чем я столкнулся, заняв должность уполномоченного и начав отвечать за всех детей России. Вы сказали, что я пишу. А ведь мы знаем, что социально значимые персонажи настолько заняты, что сидеть и со своими руками по клавиатуре набивать тексты не принято. Вам же кто-то помогает сочинять? Вы же диктуете? Есть специально обученный человек. Сочинять никто не может помогать, потому что если я начну пользоваться чужими мыслями и работой, это сразу будет мазать. Мысли мыслями. Кстати, и насчет мыслей тоже хотел бы. Вот даже выносы на облогу, они очень такие прикладные. Как получить помощь в лечении? Ну, кстати, я был против этих выносов, я ругался. Так, интересно. Ну, я считаю, что все-таки это не исправочник. Книга называется «Исповедь». А вот, если позволите, смотрите, она действительно очень прикладная. На чем я наставил? Я хотел, чтобы это убрали. А вот здесь, на этой четвертой странице обложки, есть 10 фактов, которые надо просто знать. Это то, что изменилось за 5 лет в нашей с вами жизни, в нашей с вами стране. Потому что очень часто нас вводят в заблуждение. И я первые годы, когда начал работать, сталкивался с такими заблуждениями в виде стереотипов. На начало 2009 года в стране было 140 тысяч детей-сирот в детских домах. На начало 2014 года 72 тысячи. Чувствуете разницу? В два раза меньше. Но таких фактов много здесь. А в конце еще есть один важный факт, который совершенно по-другому эту работу представляет, эти цифры. За это же время в стране стало больше детей. То есть детское население все время росло. Понятно, если бы детское население уменьшалось, то понятно, меньше детей преступников, меньше жертв, меньше брошенных, меньше сирот и так далее. Но оно увеличивалось. За счет чего? За счет рождаемости, демографии. Это понятно, но люди стали обзаводиться детьми, потому что стали лучше жить. Улучшение демографии – это ответ женщины, прежде всего. Женщина так голосует за те изменения, которые происходят в обществе. Женщина, если она верит, что в перспективе все будет нормально, а она делает это не умом. Она это делает своей душой, своим сердцем. Она это чувствует, у нее есть такой материнский инстинкт. Она рожает ребенка. Если она в это не верит, она не будет рожать. Вы считаете, что это всегда решение исключительно матери? Вот у вас три сына, и всегда Светлана решала, что пора очередного наследника. Нет, это было обоюдное желание, начнем с этого. Но последнее слово всегда за женщины. Ведь вы не забывайте, что у нас страна, в которой, ну, например, до сих пор разрешены аборты. Так ведь? И никто не докажет, что женщина не имеет последнее слово в этой истории. А вы против аборта? Ну, для меня, как, в общем, для нормального человека, тем более верующего человека, аборт – всегда убийство. Всегда убийство. Поэтому здесь у меня просто нет альтернативы. Вот странная вещь вообще, в принципе, у наших элитариев. Потому что, с одной стороны, ориентация абсолютно во всем, на Запад, ну, начиная от атрибутов, ну, даже образование. Смотрите, вы же образование получили. Ну, я базовое образование получил здесь. Ну, потом же учились в Америке. Это специализация. Я считаю, что не надо делать, так сказать, какой-то культ из западного образования. Западное образование интересно с точки зрения того, что вы расширяете свой мир за счет познания, за счет того, что вы в актив берете иностранный язык, на котором вам надо учиться, хотите, не хотите. Да, но, извините, я вас перебью, но берется, как правило, английский, может быть, французский, немецкий, но никак не корейский, не китайский, не японский, что в принципе оказалось. Почему нет? Вот я вам расскажу. Я, когда попал на Дальний Восток, уже будучи в этой должности, я проехал от Пивека, это север Чукотки, самая северная точка Чукотки, из Пивека в Анадырь, из Анадыря в Магадан, из Магадана в Хабаровск, из Хабаровска в Владивосток. Из Владивостока я перелетел в Южно-Сахалинск, потом вернулся в Владивосток, в Благовещенск, и улетел в Петропавловск-Камчатске, оттуда в Москву. Вот когда три недели я там путешествовал, я не путешествовал, мы проводили инспекционные проверки. То есть я был во всех детских учреждениях интернатных Дальнего Востока, для того, чтобы понять, что происходит, как и во всех, почти в России. И я везде сталкивался с тем, что там есть замечательные вузы, как, например, Федеральный Дальневосточный университет, Магаданский университет. Я стараюсь находить все-таки часочек времени в этих инспекционных проверках и выступать перед молодежью, ну, чтобы как бы не терять связь. Я преподавал долгое время, это не секрет, и мне нравится общаться с молодежью. И вот очень многие говорили, мы учимся, чтобы потом уехать. Куда? Ну, в лучшем случае, значит, Москва, Санкт-Петербург. Я говорю, ребят, а почему? Ну вот, хотим работать там в иностранных компаниях, хотим, значит, в активе языки иностранные. Я говорю, слушайте, у вас до Америки, Кореи, Китая и Японии гораздо ближе, чем, скажем, до Великобритании или Германии и Франции. Почему вы эти языки не изучаете? Ведь там та же Корея развивается очень активно. Япония вообще вопросов нет. Америка рядом, пожалуйста. Канада через океан. И они как-то по-другому на меня смотрели. Они даже сами себе этот вопрос не задавали. То есть их никто не ориентировал на это. А если их правильно сориентировать, если они будут учить вот эти языки, то совершенно по-другому и жизнь начнет развиваться. А кто должен ориентировать? Ну, это задача взрослых, авторитетных людей, прежде всего. Это задача тех, кто уже состоялся, кто успешен, кто чего-то добился. Эти люди должны приходить к ребятам, рассказывать. Почему вот так мы все время очень активно общаемся? Потому что они всегда задают один вопрос. А как стать успешным адвокатом? То есть, понимаете, я считаю, что это не какая-то там, ну, не знаю, поза. Нет. Это обязанность твоя. Вот ты что-то добился? Ты что-то смог в жизни сказать сам? Без протекции, без всего. Я не из семьи адвокатов. У меня нет за мной поколения, как, например, у нас там есть целая династия. Брауды, Гавштейн и так далее. А тем не менее, я пришел в адвокатуру в 93-м году. И до этой работы 20 лет отработал адвокатом. Им это интересно. А как вот там на телевидении вести свои программы? А как писать книги и так далее? И ты начинаешь им рассказывать, в принципе, достаточно откровенно. И ты видишь в них заинтересованность. А когда с ними не общаются, когда им вот не ставят каких-то задач, цели не указывают. Ну, вот читал свои часы, учитель пришел или преподаватель в ВУЗе, и все. Или еще и того хуже. Ведь дело-то в том, что у нас я не хочу никого обидеть. В преподавательской среде тоже бывают люди обиженные на жизнь. И они приходят и говорят совершенно другие вещи, чем нужны сегодня молодым ребятам, которые хотят верить в себя, в свои силы, верить в свою страну и верить в будущее. А когда им говорят совершенно другое, ребята, все плохо. Да что вы, надо, как у нас говорят, валить. Да, пора валить. Вот. Но откуда? Они же не сами это придумали, правда? Я сталкивался с такими ребятами. Я говорю, а зачем, а куда? Вот я, человек, который в 90-х годах смотрел на весь ужас, который происходил, и я начал работать в адвокатуре. Когда, знаете, каждый день в Москве стреляли, все это происходило, на меня покушение было. То есть вы не считаете, что 90-е это был лучший период в истории России, как многие утверждают время возможностей? Мне нравится, что вы смеете, говоря об этом. Ну, так это время возможностей было. Время возможностей, да. То есть тут, знаете, такое было, или пан, или пропал. Да, да. Это время возможностей, конечно. И кто-то эти возможности очень неплохо использовал. Реализовал, да. Можно их сегодня увидеть в списке форм. Я сделал ставку, когда пришел в адвокатуру, убирая эту профессию. Я не сразу пришел в адвокатуру, да, все-таки я закончил вуз, два года поработал юристом в авиакомпании, тогда одной из первых частных, и уже потом потянулся вот к этой защитной деятельности, защитник. Она мне очень нравилась, очень понравилась. Но я с первого дня стал показывать все свои гонорары, все свои заработки, потому что у нас тогда было, конечно, в основном поколение вот тех 60-х, 70-х годов, адвокаты, это были мудрейшие люди. Мне посчастливилось с ними со всеми работать, но они дико на меня смотрели, говорили... Ну, существовал же такой, я вас перебью, советский термин, как максимальное использование... Да, микс. Да, да. Климента с вертарифом. Да, с вертарифом, да. Все знаете, эти миксы. Да, потому что была ставка, я еще не помню, 350 рублей была ставка, больше адвокат не мог зарабатывать. Все. А остальное это были миксы, которые, значит, вот так. А я стал показывать. Я помню, у меня какая-то декларация была, тогда еще были эти миллионы, там, что-то, 25 миллионов, что ли, за какой-то 95-й год. Ну, да. Вот. И когда они смотрели, они говорили, ты с ума зажжешься, что ты показываешь, зачем? Вот поэтому, поэтому я говорю, что вот хорошо человеку рассуждать, который декларировал миллионы, про то, что... Я же зарабатывал и показывал. ...карманов нет. Это все-таки, знаете, немножко другая, правная... Нет, я, наверное, может быть, не самый яркий пример, здесь и самый лучший. Я знаю много людей, которые живут этой жизнью счастливы. Слава Богу, мне иногда удается выезжать в глубинку, что называется, особенно, когда ты приезжаешь в монастырь, особенно, когда ты приезжаешь к действительно святым людям, которые полностью отказались от всего мирского, от всего тленного, и живут только духовной жизнью. Вот с ними очень интересно общаться. Вот тогда ты понимаешь, что в гробу карманов нет, это точно. И все вот это, ну, это же все, так сказать, для дураков, понимаете. И если человек сразу обращает внимание, начинает искать бирки на костюме, ну, уже понятно, что его интересует. И его я не интересую. Он не хочет посмотреть глубоко мне в душу, поговорить со мной, понять, что я на самом деле за человек. Его внешняя атрибутика волнует. Часы, ботинки, ведь он должен выглядеть респектабельно. Собственно, смотрите даже... Человек должен выглядеть прилично, понимаете? Прилично, чтобы было приятно на него посмотреть. А где критерий? Не грязный, рваный ворот. Очень простой критерий. Какой? Чистый и аккуратный. Что вам еще надо? Чистый и аккуратный. И совершенно неважно, какие там у вас бирки. Вы же не ходите бирками наружу, правильно? Некоторые ходят, кстати. Ну, слава богу, мы здесь таких нет, и мы о них не говорим. Поэтому это совершенно неважно. Вообще, Востоку присуще быть бирками наружу. Поэтому вопрос у меня такой. Все-таки Россия – это Восток или это Запад? Россия – это Россия. Это, знаете, такой ожидаемый ответ. А если все-таки надо выбрать? Я не могу и не хочу выбирать. Понимаете? Потому что я считаю, что мы уникальны тем, что мы, во-первых, географически занимаем такое положение, что и Восток, и Запад. Как-то мы Европа, мы Азия, и вообще мы такие большие. Но, с другой стороны, мы впитали в себя все. Начиная от традиций, культуры, веры, истории, кончая всякими достижениями уже цивилизованного человечества. Сейчас мы вот на минное поле выходим. Вот скажите мне, вы много говорили про педофилию. Вот рассказывали историю про бельгийца, который усыновил девочку. Она понесла в чреве своем, потом он ее бросил просто в 14 лет беременную. Масса таких историй происходило. Вот что такое педофил? Скажите, допустим, 40-летний мужчина, который берет жены 10-летнюю, он педофил? Ну, 10-летнюю это вообще запрещено. Это невозможно и такого быть не должно. Это уже преступление по себе, по любому закону. Хоть российскому, хоть французскому, хоть американскому. Не по любому. Посмотрите, ну вот пример пророк. У него же одна из жен была 9-летняя. Значит, сейчас если мы говорим... Не знаю, не могу сейчас говорить и не буду на этом говорить. А вот эта тема очень, потому что у нас в стране десятки миллионов мусульман. И у нас есть закон и теория, есть практика, когда в 12 лет и в 10 лет выходят... Я вам скажу, что одна из самых верующих мусульманских республик – это Чечня. Чеченцы, к которым я с огромным уважением отношусь, Рамзан Ахматович Кадыров сам следит за тем, чтобы ниже порога брачного возраста никогда никто не брал себе жен. И он сам отвечает за это, понимаете? И это действительно в культуре, это в практике, это в законе. А вот это правильно или нет? Что закон, он просто устанавливает возраст согласия, брачный возраст... Если вы сейчас откроете Семейный кодекс, то вы видите интересную вещь. Там действительно установлено, что 18 лет – это возраст вступления. А дальше каждый субъект Российской Федерации сам определяет вот тот нижний предел брачного возраста. Мало того, а дальше еще интереснее идет сноска, что «но» допускается в исключительных случаях отступление от этого правила, то есть еще ниже может быть. Поэтому здесь как раз законодателю, исходя из конкретно географических, исторических, религиозных условий, дается возможность определить у себя, в своем субъекте Федерации, каков будет этот нижний предел. Поэтому, мне кажется, ничего более гибкого, мудрого не придумали. Ну, а как мы можем, вот как Россия может существовать с теми, кого мы называем нашими традиционными партнерами? Да, я думаю, прекрасно может существовать. Да, я не закончил вопрос. Сейчас мы продолжим. Нет, я могу и подписывать, и отвечать. Тут вопросов нет. А вы имеете в виду партнеров каких? Внутри страны или во мне? Нет, я имею в виду партнеров наших западных партнеров, европейские державы, Соединенные Штаты Америки. При том, что там открываются одно за другим окна Овертона, и, допустим, вы неоднократно высказывались по поводу однополых браков и по поводу усыновления детей такими семьями однополыми. Там это, вообще говоря, норма. А у нас это социум, во всяком случае, пока. А как давно это стало нормой там? Это же тоже не было нормой, да? В том-то и дело. В теме в Соединенных Штатах Америки еще в 96-м году был процесс уголовный над гомосексуальной парой. Да. Понимаете? Которые по согласию этим занимались. Так что у нас к этому времени уже была декриминализирована эта статья, ее просто не было. Поэтому здесь вопрос, наверное, в другом. Я во всем этом вижу очень простую вещь. Это расчеловечивание. Потому что это не свойственно человеку, в принципе. И мы наступаем на те же грабли, на которые наступили 5-6 тысяч лет назад наши предки. Все забыли, что это происходило уже в истории человечества. Мало того, я вам ко многим вещам отношусь, знаете, как юрист. Как юрист я вам скажу мой взгляд на эту тему. Семейное право складывалось одновременно с римским классическим правом. Это была его составная часть. Это происходило примерно 2,5 тысячи лет назад. И вот основоположники классического римского права, которое, кстати, легло в основу всех правовых систем. И англо-саксонское, и континентальное, и германского права, и кодекс Наполеона во многом списан с классического римского права, и российское право и так далее. Не будем отрицать, правда? Но ведь римская империя в то время, что она собой представляла, все что угодно, оргии, мужеложство, скотоложство, зоофилия, педофилия, все это разрешено было. Свобода нравов. Совершенно верно. Но никому из этих сенаторов, которые утверждали все эти дегесты Юстиниана, все своды законов и так далее, ведь не пришло в голову вот после семейного права вставить все другие отношения, все виды этих союзов. Неважно, там, однополые женщины, женщины, мужчины с мужчиной, или многогаммные, полигаммные, или какие-то комбинации с животными и так далее. Подождите, а почему они не вставили? Объясните мне, потому что отцы-основатели римского классического права понимали, что это чуждые семейному праву отношения. И тогда Модестин сформулировал, что такое вообще семья и брак. Это добровольный союз мужчины и женщины, заключивших брак на основе человеческого и божественного права. И вот с тех пор, 2500 лет, эта формула не менялась. И вдруг появляются активные борцы за то, чтобы изменить формулировку, которая существовала несколько тысяч лет. И говорят, да нет, ничего подобного. Мы сейчас поменяем все. А что дальше? Значит, если вы меняете эту формулировку и говорите, что нет, семья, это все остальные виды тоже. Там уже сейчас, я не знаю, сколько там, 60 или 50 уже видов предлагают. В комбинации, да. Да неважно. Поэтому это должно быть в отрасли семейного права записано. А возникает вопрос, семья чем определяется? С простым воспроизведением, правда? С точки зрения физиологии. А дальше-то что надо делать? Дальше приходится менять. Наследственное право. Обязательственное право, в том числе право алиментных обязательств. И начинается разрушение всей той стройной системы юриспруденции, свода законов, которые были сформулированы 2,5 тысячи лет назад. Вот что произойдет дальше. Это будет происходить. Поэтому, как юрист, я не приемлю и не понимаю этого. Как человек, слушайте, у нас в Конституции записано. Каждый имеет право на личную жизнь, да. Она охраняется тайной семейной жизни. Все. Дальше занимайтесь чем хотите. Но не навязывайте это, не ломайте систему права. Иначе вы разрушите юридический фундамент. Не будет юридического фундамента, ну тогда мы вернемся опять в те самые, даже не средние, а древний мир. И тогда, значит, впереди что? Содом и Гамора. Ну все, я поговорил уже с Астаховым юристом. Давайте с Астаховым человеком поговорим. А как человек, я сказал, каждый имеет право. Хорошо. По второй части. Вы знаете, когда упомянули поездку по монастырям, я сразу подумал почему-то про вашу маму, которая приняла пострихи и стала монахиней. Я этого не скрываю, но эта тема такая очень личная, поэтому... Ну, для вас это было неожиданностью? То есть, или, что называется, вот к этому шло? Нет, я думаю, к этому шло, потому что весь ее путь, так во второй половине жизни выстроился, что она пришла к Богу в сознательном возрасте. В 48 лет она крестилась. Потом стала активной прихожанкой храма. Потом поступила учиться в Свято-Тихоновский университет. Закончила пятилетний курс богословия и катхизаторства. Он вообще такой у меня книжный червь в хорошем смысле. И вот эта вот тяга к написанию чего бы то ни было, начиная от статей, каких-то комментариев до каких-то более серьезных книг, это как раз от нее. А это идет от моего деда по материнской линии, Григория Георгиевича. Потому что дед после себя оставил огромные архивы. Он переписывал, конспектировал огромные труды, книги различные. Сам писал что-то. И мама точно так же сделает. Например, она полностью законспектировала Ветхий Новый Завет. Просто, чтобы ориентироваться. Ну, а что касается ее жизни, она живет очень замкнутой жизнью, и мы стараемся просто ей помогать. Сроками не общается? Общается. Почему? Общается. Общается. Она очень любит внуков своих. Много у нее, получается, внуков. Значит, девять и правнучка. Да, девять внуков и правнучка. Правнучка только одна пока. Только одна, да. Ну, я думаю, это быстро исправит мои сыновья, потому что они подросли, двое старших, и уже как раз в том самом фертильном возрасте находятся. А вы вообще за личной жизнью детей пристально следите? Или вы считаете, что они достаточно уже зрелые особи для того, чтобы выбирать себе спутницу жизни? Нет. Я отвечу так. Я делаю вид, что я не слежу. Понятно. Я стараюсь дать им такую свободу, потому что, ну, мальчики должны ее получить. Простите меня, я 18 лет ушел в армию, и после этого уже к родителям никогда за помощью не обращался. Вот так вот, что вот. Ну, за советом, конечно, всегда и до сих пор обращаюсь. А вот за какой-то там материальный, финансовый... С дедовщиной сталкивались? С дедовщиной, да. Да. Конечно, в пограничных войсках дедовщины не было, как таковой, да, как нам говорили, казалось. Почему? Потому что это структура ГГБ СССР была? Да, это во-первых, потому что все было очень прозрачно, и, наверное, каждый третий у нас был, что называется, да. Но я дважды столкнулся, трижды, трижды я столкнулся, два раза в сержантской школе, потому что сержантская школа, понимаете, это то подразделение, где строгая дисциплина и такое суровое армейское воспитание, скажем... Ну, там и физические нагрузки огромные, совершенно. Конечно, каждое утро обязательный кросс, там 4-6 километров, два раза в неделю наш бросок пограничный 10 километров с полной выкладкой, четыре раза в неделю стрельбище, бегом туда-обратно, значит, с боеприпасами, со всеми делами. И вот здесь вот такая граница, она иногда невидимая, когда на тебя начинает там сержант орать и что-то приказывать до... Ну, на самом деле граница ясна, до физического воздействия. Как только тебя, значит, хватает или пытаются там ударить, все это понятно, это уже преступление воинское. Вот два раза в сержантской школе и третий раз на заставу, потому что я попал на заставу самую сложную, самую тяжелую. Туда ссылали всех провинившихся после гуфахты, после там нарушений различных, разжалованных туда ссылали. Она выглядела так ужасно. Длинная такая казарма на 40 человек, а пол корпуса закрыта, потому что крыша провалилась. Через полгода приехал в нашу заставу человек, который меня туда сослал. Это тоже отдельная история. Он сослал меня за то, это был замначальника политотдела. Я закончил с отличием в сержантскую школу, но я тогда уже умел рисовать неплохо. Я был комсоргом до этого в школе, я два года был в комитете комсомола, активно очень. Все это было, конечно, в характеристике. И он говорит, о, значит, давай, будешь у меня помощником в политотделе, мне вот надо тут, ну, машинисткой, грубо говоря, работать. А я говорю, я не хочу, я хочу на заставу. У меня романтика граница. Я что сюда пришел, сидеть в отряде, а там рядом такой эфрейтор сидит и говорит, дурак, ты что, каждый выходной этот самый выборг, увольнительные, девчонки, ты что, ты что, кормят здесь дополнительная пайка? Я говорю, я не хочу, понимаешь, я не хочу. Я хочу на заставу. Я очень сильно с ним повздорил. И вот он выписал мне предписание, не поленился, сходил в штаб на четвертую, погран в комендатуру. И он приезжает через полгода, посмотреть, что же стало, где эти косточки лежат этого наглого сержанта. А я к тому времени уже старший сержант, значит, я там дежурный по заставе, отдаю приказы, потому что у нас начальник заставов быстро разобрался, что к чему, посмотрел, ну, тем более сержант. Уже боевое расписание я составлял, приказы на охрану границу я отдавал, проверял, с проверками ездил. То есть я быстро вошел от работы. Мне это нравилось. У меня вообще была мысль в какой-то момент остаться служить, просто остаться служить. Ну, собственно говоря, я потом... Ты сделать военную карьеру? Ну, я вообще мечтал, да. Я в 15 лет хотел быть военным. Я ездил, поступал в Ярославское училище. Его сейчас нет, уже такого училища. Но, приехав туда, на второй день после выпускного вечера, мне 16 лет, мне еще 17 не было. Я закончил 10 класс, я приехал на второй день. Колючая проволока, забор, казарма, сразу все строим туда-обратно, в столовую. Я что-то так посмотрел и думаю, нет, я еще подожду. Подожду. А потом уже, когда в армии был, я быстро втянулся. И то, что я потом выбрал почти военную профессию... Но это случилось уже чуть позже. Ко мне подошел зам по разведке, который сказал, есть такая профессия, парень, родину защищать. Но не только с видимой стороны, с невидимой. Не хотел бы ты вот поехать учиться. И по окончании службы я был сразу направлен в высшую школу, поступил. Конкурс был, кстати, гигантский, 40 человек на место было. Я набрал 19 из 20 баллов, только за сочинение была четверка. Поступил, пять лет отучился. Сложное было время, чрезвычайно, потому что в 1986 год нас называли Горбачевский набор. Так, Горбачевский набор. Вот, тут, значит, перестройка, Ельцин появился, первые митинги, потом Карабах. Я помню, мы трое суток сидели, нас подняли по тревоге, посадили, выдали щиты, каски, бронежилеты, дубинки, автоматы. И сказали, значит... Автоматы я перебью с боевым комплектом? Да, конечно. Время отправки, там, два часа. Ждем команды. И трое суток мы сидим. Это Нагорно-Карабахские события были. Потом были Тбилиси, приехали ребята из Грузии наши, показывали эти съемки, когда людей рубили лопатками, разгоняли. Все это видели, все это происходило рядом с нами. Сложное было время, сложные были ощущения. С одной стороны, мы хотели немножко изменить систему, мы понимали... Немножко, по-моему, все хотели кардинальных изменений. И мы вот как раз такой Горбачевский набор, да, и были. Мы хотели изменить систему, мы хотели показать, что это действительно почетная профессия. Что это не какие-то там эти самые церберы тащить и не пущать и так далее, душители демократии. Нет. Тем более у меня факультет был, я шел по линии разведки, я учил шведский... Мы сейчас говорим уже про высшую школу КГБ. Да, шведский язык учил с утра до вечера. Ночью меня разбуди, я по-шведски мог рассказать, как пройти от старого года куда-нибудь. Не знаю, там, Королевский дворец там находится, на окраину Стокгольма, ты все улицы знал. Я когда в 2012 году первый раз попал в Стокгольм, жена моя удивилась, она говорит, ты все знаешь. Я говорю, идем туда, туда, туда. А это вот сидит в памяти, хотя прошло уже, слава богу, на тот момент, сколько... 2012 год, 16 лет прошло. Не жили без практики, не забывается, мне кажется, что язык это... Нет, вы знаете, я вот год назад, год назад, да, по-моему, я шведскому телевидению давал интервью. На языке? Да, на языке. Конечно, лексика уходит какая-то, но основной нет. Вам приходилось ведь защищать конкретных людей. Мне очень интересно, потому что некоторые из персонажей, которые были вашими подзащитными или как там... Клиентами, подзащитными, доверителями, как угодно. Доверитель, да, к учренам говоришь, только доверитель, да. Вот, допустим, Владимир Гусинский, он в представлении социума, ну, крайне одиозный персонаж. А ваши человеческие впечатления? Я улыбаюсь, потому что Владимир Гусинский смешной человек. Как? Очень веселый, энергичный, непосредственно. Знаете, он такой большой, избалованный ребенок. Вот так. И вот так он ко всему относился. Он считал, что все его прихоти должны удовлетворяться, да, все его идеи, это самые главные идеи, которые должны сразу реализовываться. И, конечно, у него всегда был альтер-эго Бориса Абрамовича. И вот это все это противостояние, оно было, конечно, забавно выглядело. Вот. Ну, безусловно, когда он пригласил меня, молодого адвоката, защищать... А вот почему он пригласил молодого адвоката? Что было... Не знаю, может быть, что-то увидел, услышал. Потому что я тогда очень дружил, в принципе, я сейчас дружу с многими телевизионными журналистами. Вот Володя Златницкий, который, к сожалению, умер молодым, вот, он мне позвонил, он говорит, мы пришли снимать вот эти обыски, а нас закрыли в комнате и держат съемочную группу. Ну, я со всем своим молодым задором, значит, молодого адвоката говорю, это незаконно, это противодействие журналистской деятельности, нарушение к себе. Павел, я тебя умоляю, ты можешь приехать хотя бы в окошко с нами поговорить, значит. И как-то вот такой диалог уже более-менее нормальный начался, и ребят выпустили, и потом я вышел, и я вышел, а стоит толпища журналистов, ну, там просто толпа. И они все, вы оттуда? Я говорю, да, оттуда. А что там? Я говорю, ну, проводят следственные действия, значит, тут обыски, и так далее, и так далее, и так далее. А вы что? Я говорю, я вот защищал ребят журналистов, вот они сейчас их выпустили. Все. И спокойно уехал домой. И сразу на следующий день мне звонит Резник, такой мэтр мой, мой духовный учитель, как я называю. Вот, и говорит, Павлик, ну, я хочу тебе передать, тут есть предложение, которого нельзя отказаться. Вот, мой подзащитный Владимир Александрович хочет, чтобы ты его защищал. Ну, я говорю, ну, Генрия Маркович, если я буду с вами работать, для меня это честь. Ну, и начали работать. Вот, там прошло какое-то время, значит, его арестовали, три дня у него в камере, я когда-нибудь напишу эту книгу, три дня с олигархом. Это будет очень интересно. Потому что я как самый молодой, команда адвоката была большая, но я как самый молодой, я ходил с утра до вечера, сидел с ним в камере, и я вот это все видел, как он бегал в своих этих подтяжках, которые не изъяли, хотя должны забирать подтяжки, да? Ну, потому что на них можно, да, поместить. Да, да, он бегал в этих подтяжках, по кругу, значит, ленивает следственный кабинет, маленький. Это все, так сказать, забавно выглядело. А вот вы когда... Когда он увидел, что бытовая неустроенность, значит, он быстро там распорядился, 20 холодильников, 20 некрепичей, 20 телевизоров поставили в эти камеры. А это в Лепортово? Нет, это была бутырка, это еще старая, до ремонта была бутырка. Вот, он сказал, все, давай, значит, Павел, напиши программу, мы сейчас будем помогать этой тюрьме, что здесь нечеловеческие условия были. Вот, а там действительно были камеры, где, например, по колено в воде были, заключенные в нижнем этаже, ну, протекала крыша и так далее. Вот, и вот эти три дня вот эти вот такие, потом ночью, поздночью его освободили тоже. Ну, интересный опыт, что там говорить. Вы когда с людьми в масках общались, вы вот включали вот этот свой такой чекистский опыт, что вот, ну, я свой, я вот тоже как бы вот систему знаю. Или нет? Или не было необходимости? Нет, вы знаете как, это идет под текстом. Это под текстом. А то есть это считывается, да? Я считаю, мне неправильно выпячивать это и говорят, ребята, да я свой. Наоборот, у меня была ситуация, когда меня пригласили на беседу и сказали, ну, ты же наш, ну, ты понимаешь, что вот они такие-сякие, а ты их защищаешь. Я, кстати, никому не рассказывал, четыре генерала сидел, четыре генерала. И часа три разговора, этот был очень сложный разговор, для меня очень сложный. Я сказал, вы знаете, ребят, вы делаете свое дело, я делаю свое дело. Если я сейчас здесь придам своего клиента, я не смогу работать никогда адвокатом. Я дорожу профессией, понимаете? Я буду делать честно свое дело. Да, я, наверное, там, свой, ваш, да мы все свои. Да, я тоже патриот, но я понимаю торжество закона как высшую степень патриотизма и защиту этого закона, и защиту справедливости, понимаете? Такими методами нельзя. Ну, такой был достаточно откровенный разговор, с меня подписку никто не брал, поэтому я, правда, не рассказывал. Вот тогда да, вот это было, ну, ты же наш, ну, ты же, вот, понимаешь, мы же знаем тебя, ты же семь лет отдал конторе и так далее. Я говорю, ну, да, но я никого же и не предавал, правда, и разных людей защищаю. И после этого, кстати, я действительно разных людей защищал. Я защищал Степашина, который был председателем счетной палаты, даже дважды, да? И Шведкова, который был министром культуры. И был представителем в Верховном суде правительства Российской Федерации, как адвокат. Вот, а в то же время других людей защищал. Там, и Спивакова, и там, и Пугачева мы работали, и Киркорова защищал. То есть разных-разных-разных людей. Сейчас это время уходит, и новое поколение, как бы уже, может быть, даже не помнит и не знает. А я когда смотрю свою биографию, я даже удивляюсь, сколько количества у меня было вот этих людей. Очень разных. Очень-очень-очень разных. Да, и тот же Гусинский. И тот же Миша Леонтьев, который когда-то говорил про меня критически какие-то высказания в ту пору. А потом пришел и говорит, брат, надо защищать меня. И я его защищал, и мы выиграли этот процесс, понимаете? Это жизнь адвокатская. Потому что адвокат обязан защищать. Это функция такая. Я должен защищать человека, который ко мне обратился, и я его принял на себя в защиту. Поэтому так и здесь. И я это понял с самого начала, потому что если бы я тогда вот оступился, предал, или как-то там сказал, ну да, конечно, ребят, давайте я тут в разведчика сыграю. Но это не разведка, это несколько другое имеет название. Я помню, в одном из телевизионных интервью ваш собеседник, телеведущий, сказал, что моя жена просила обязательно проговорить, что Павел – это секс-символ правовой системы. Поэтому вопрос... Чего бы я хотел меньше всего? Вот понятно, что внешние данные, они помогают иногда. Бывало так, что ваши внешние данные вам, наоборот, мешали и служили какую-то службу негативного характера? А я вам скажу, что они чаще служили, как раз негативную службу, служили. И до сих пор это преследует меня. Объясню, почему. Вот я сталкивался с таким феноменом, что люди, которые меня лично не знают, часто имеют совершенно противоположное мнение обо мне, о моих способностях, о моих позициях, о моих принципах и так далее. Поэтому я всегда, я очень открыт в этом плане. Я готов общаться с кем угодно, как угодно. У или? Да, абсолютно. Да, пожалуйста, на любом языке. Хоть на языке тела, хоть на языке... Угрожает, а с тобой не угрожает. Да нет, нет, конечно. Знаете, как меня мой сенсей учил, что самое последнее, что ты должен сделать, это переходить к физическому воздействию. Ну, конечно. Но если ты это делаешь, делай это первым. Дело наверняка. Но я стараюсь, нет. Я очень сожалею, когда приходится применять силу потом. Так вот, какая плохая служба от этого? Как бы вперед тебя идет такое мнение, да? В свое время это был там гламурный адвокат. Ну да, гламурный, или там глянцевый адвокат. Я помню, портрет в красной рубахе на обложке журнала, карьера такой, ну, действительно гламурный такой. Вот, и когда ты приходишь в суд, ну, вот как в адвокатской, как было в моей истории, приходишь, и ты чувствуешь уже судья там, ну, прокурор, это понятно. А коллега твой адвокат тоже как-то смотрит искусно на тебя. Удивление, а что это вы в суд ходите сами? Я говорю, а почему я не должен ходить? Ну, вы там типа такой-такой. Какой? Ну, я обычный человек, да, я работаю, мне интересно. Это моя любимая профессия, понимаете? Я на нее учился, я работаю, мне интересно это. Судебный адвокат, это очень интересно. Это сложно, но это очень интересно. Это, вы знаете, да, во всем мире это высшая квалификация адвоката. Не советник, не солист, это баррестер, тот, который вот за этой баррестер, за решеткой стоит, и защищает. Вот. И в процессе, когда ты уже работаешь, там, говоришь что-то, представляешь аргументы, доказательства, позицию формируешь и так далее, я вижу, меняются отношения. И ко мне очень часто это было. Подходили люди, начиная вот с судей даже, адвокатов, коллег, говорили, а вы другой. Я говорю, я не знаю, я такой, какой я есть. Это в вашем представлении я другой. Нет, вы знаете, вот мы думали про вас так, и так, и так. Ну, да, наверное, так. До сих пор это есть. Надеюсь, что наши зрители тоже, которые, если среди наших зрителей были такие, которые так настороженно смотрели на Павла Саху, они вот... Все равно через телеэкран, через телеэкран все равно это не почувствовать, понимаете. Это вот в личных встречах. Я люблю встречаться с читателями, со студентами, просто с людьми, с публикой выступать, отвечать на вопросы. Потому что, я считаю, в таком диалоге, когда тебе задают вопросы, иногда они, может быть, такие острые, неприятные, ты можешь, ты имеешь возможность объяснить людям свою позицию. Потому что все другие форматы, как и телевизионные, вы же тоже подрежете, понимаете. Нет. Нет. Вот все, если мы сейчас останавливаемся, то мы в коронавистраже и подрезать не будем. Спасибо. Спасибо за беседу. Разговор достаточно откровенный был, вопросы интересные. Я не ожидал, что там про маму будет спрашивать, про семью. Я все-таки... Я был настроен на разговор по делу, понимаете. Но говорили о другом. Вы знаете, у нас сегодня был сеанс мемуаров, воспоминаний об адвокатской деятельности и так далее. Сама по себе журналистика, она дает возможность иногда даже шире и больше, чем исполнительные власти, законодательные, судебные власти. Потому что все ограничены. А журналист, если он умный, пытливый, принципиальный, он может, во-первых, докопаться до истины. У него больше для этого средств и возможностей. А во-вторых, у него, извините, аудитория шире гораздо. И он может рассказать всему миру, всему свету об этом. Поэтому журналистика и вообще журналисты, средства массовой информации – это реальный вопрос.